хорошо давайте заметим вот для этого многоугольника что это не так все ли понимают что вот здесь вообще-то угол больше 180 градусов вот именно в отношении угла многоугольника мы рассматриваем не вот этот уголочек а тот который лежит внутри многоугольника в некотором смысле так вот оказывается что если все углы меньше 180 градусов тогда многоугольник выпадет если есть хоть один для которого это не так то многоугольник не выпадет давайте пользуясь таким определением я докажу лему от реангуляции которая озвучила для обоих случаев давайте я на примере шестиугольника разберу давайте мы поймем почему можно разбить на треугольник может ли кто-нибудь предложить какое-то конструктивное разбиение которое будет работать всегда независимо от количества вершин для выпуклого скорее да не выпуклого я не вижу методы совсем уж по индукции ну вот давайте для выпуклого докажем вот конкретно для этой картинки как мы будем разбивать так чтобы диагонали не пересекались это конечно хорошо а почему так может видимо вы хотите сказать давайте возьмем одну и проведем из нее все диагонали вы это хотите сказать или нет ну хорошо давайте поймем что вот так может что можно взять одну вершину из нее провести все возможные диагонали и получится треугольник правда вот но во первых это во первых то что все диагонали пройдут внутри это просто из-за определения выпуклости до которой мы озвучили вот с другой стороны понятно что получится треугольники потому что если мы берем вершину и две соседние но видно что получится треугольник понятно что количество вершин здесь никак не участвует я могу хоть 150 нарисовать все равно будет так вот теперь вот с невыпуклыми есть такая длинная страшная история что в общем не сильно понятно обычно как можно проводить диагональ то есть если вот здесь вот ну совсем понятно ну давайте вот так проведем диагональ видно что она пройдет внутри и все хорошо давайте я не буду рисовать страшных картинок где вот мне например в учении очевидно хотя такие картинки рисуются вот давайте мы попробуем понять какие-то соображения которые на этот счет могут быть давайте я воспользуюсь словами ваших товарищей о том что давайте воспользуемся индукции я надеюсь что во всех группах индукцию рассказывали вы хотя бы интуитивно представляете что это давайте попробуем сделать так давайте рассмотрим какой-нибудь невыпуклый многоугольник вот такой вот здесь положим видно так проводить диагональ вот и наверно в общем проблем нет с другой стороны если бы вот эти вот вершинки уходили бы как-нибудь вот сюда было бы не совсем понятно вот значит давайте попробуем понять вот чего понятно вот что понятно что понятно что можно наверное такой многоугольник мыслить себе так что если нам удастся его разбить на два меньших невыпуклых многоугольника для маленьких мы доказывать научимся тогда мы по индукции скажем что для любых больших размеров тоже докажут да есть еще раз если я научусь проводить хоть какую-то диагональ хоть одну вот ясно что два многоугольника которые получите будет иметь вершину меньше чем тот который был изначально да и так я буду уменьшать и уменьшать уменьшать пока не дают до четырехугольника там ну видно что диагональ провести может давайте я объясню как можно понять одно из предложений как можно понять что диагональ провести может я попробую процитировать в этом месте николай леонидович который говорит так давайте мы сюда поставим бластер и выпустим вдоль вот этой стороны лазерный луч и пустим вот в этом направлении да и пустим его и повернем сделаем полный оборот на сто восемьдесят градусов вот ясное дело наверное что когда-нибудь мы наткнемся на вершину что бывает если мы повернулись на сто восемьдесят градусов вершины по дороге не обнаружили тогда понятно что вот таких вот штук на самом деле тут нету самом деле мы просто шли вдоль одной стороны правда а нам вообще обещали что у нас на сторон больше одной правда же но значит когда-нибудь мы на вершинку наткнемся но это и означает в точности что мы хотя бы одну диагональ провести можем я еще раз повторяю что это не строгие рассуждения на тему того почему для него поклонного угольника все работает вот но интуитивно гораздо более понятно чем то что могут рассказывать там восьмому или девятому классу вот значит идея понятна теперь давайте возвращаясь к формуле пика вот давайте прежде чем я ну вот мы смотрим вот так идем 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 нашли какую-то вершину что значит нашли значит что мы в нее можем это лучше значит можем провести диагоназ если мы не нашли вот ну как бывает я например смотрю вот туда вот я поворачивалась на 180 градусов и нигде никакой вершины не было что это значит я крутилась вдоль одной стороны все время ну в некотором смысле конечно точки но вот ну хорошо может может быть ни одной стороны может быть двух сторон которые образуют одну прямую так не бывает еще раз вот ну вот в том утверждение состоит но только вот я говорю что с точки зрения геометрии нужно понимать это тогда что при попытке повернуться на 180 градусов когда-нибудь наткнемся что бывает если я не наткнулась никогда вот давайте я выпущу луч вот сюда буду вращаться вот в эту сторону предположим что нигде по дороге не здесь не здесь не здесь вот этих тех вершин нету что это значит значит что у меня был просто какой-то вот такой угол что я изначально смотрела туда потом стала смотреть сюда и ничего здесь по дороге не было так не бывает это должна быть либо точка на стороне что совсем странно либо это вершина у которой на самом деле угол при ней 180 градусов таким многоугольником вообще говоря запрещаем правда потому что это две разных стороны здесь угол ну уж точно не раздорный саша ответила на ваш вопрос хорошо так вот давайте теперь я объясню почему это все важно и нужно вот последняя заключительная часть состоит вот в чем что если я разрежу на треугольники для треугольников напомним у формулу пика доказали и резать мы разрешили и склеивать мы разрешили то для любого многоугольника можно утверждать что формулу пика работает тем же удалось проследить до доказательства которые я приговорила значит еще раз основные этапы состоят в следующем вы сначала доказываете для многоугольника для прямоугольника прошу прощения вот это нужно в первую очередь для ваших прямоугольных треугольничек вообще говоря обрабатывать после этого вы говорите что можно склеивать и резать доказываете для прямоугольного треугольника после этого произвольный треугольник получаете как отрезание вот прямоугольника прямоугольных треугольничков а дальше вы говорите что любой многоугольник полиэмиотреугуляции можно разрезать диагональными на треугольник разрезали для каждой части являющийся треугольником доказали значит для того что получится тоже формула доказать вот доказательство выглядит так достаточно понятно и в общем если не путаться вычислениях по ходу то что мы с вами делали да это в общем достаточно просто делается а теперь давайте я предложу наверное пару задач которые мы с вами общими усилиями обсудим посмотрим как их упростить наверное с помощью формулы пик народ конечно считают среднем что это никому не нужно формула пик мало где используется ну вот совсем недавних событий могу сказать что есть человек закончивший в этом году восьмой класс который московскую математическую олимпиаду выиграл благодаря тому что решил там одну задачу которая очень легко решалась при помощи формулы пик и и незнание позволяло углубиться какие-то страшные вычисления и рассуждения вот и человек просто взял написала по формуле пика и пробил честную задачу поэтому не думайте что все это так вот не нужно или там просто тоже задача я конечно сейчас сформулирую несложные но это не значит что нет сложных задач на формулу пик просто я не уверена что сложные задачи вам стоит показывать все и сразу потому что но иногда него может быть появится потом на олимпиаде или еще где-то и будет понятно сумели вы это осознать или нет значит давайте я предложу сначала простую задачу у меня есть доска 8 на 8 значит по ней ходит король как ходит король я надеюсь и помню значит оказалось так что король значит посетил все клетки что он из какой-то клетки вышел как-то там походил 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 и вернулся в клетку из которой вышел изначально не обязательно это угловая клетка значит давайте сделаем следующее давайте поймем что у нас в некотором смысле доска разбилась на две части на то что в ней ломаной осталось это что внутри давайте попробуем знаю что у нас есть доска что у нас ходил король все говорят вычислить площадь того что получилось внутри была какая-то ломана но как-то король походил известно только то что он вернулся туда откуда пришел обошел он все клетки как посчитать площадь так миша уже решил миш может стать написать правда правда можете нарисовать какие-то ну это конечно но хотелось бы понять почему давайте миша вы нарисуете хотя бы какую-то картинку у себя в тетради вместе с общими усилиями обсудим почему почему действительно так каждую клетку можно считать заточку ммм почему то что в каком смысле точнее в смысле центр каждой клетки является точкой хорошо значит давайте заключим первое соображение такое значит центр клетки клетки это будет у нас узлом да в нашем предыдущем понимаем значит иначе говоря мы можем взять и сетку немножечко так сдвинуть мы спаем правильно значит это первое соображение значит давайте в центре клеток считать узлами хорошо дальше для вас получается 64 узла на границе этой лодки значит это видимо это n или m m равно 64 все понимают почему это так король обошел все клетки это означает что на границе ровно 64 клетки правильно и внутри то есть м потому что он обошел все значит все остались на границе да значит все если он обошел все клетки значит внутри не осталось ничего значит правильно значит услов внутри нет ну в новом понимании он был значит n равно 0 хорошо тогда применим формулу пика и запишем 64 пополам минус 1 ну давайте я плюс 0 писать не буду вот это будет 31 на всякий случай обращу ваше внимание я никаким образом не учитывал то как выглядит моя кривая мы можем ходить диагональными можем ходить кругами можем как угодно можем ходить это вообще никак не влияет я учитывал только то что во первых обошли все клетки во вторых при таком сдвиге сетки у нас получится что внутри узлов на самом деле нет вот если вы нарисуете вполне конкретную картинку то у вас ну если вы со всеми не обсчитаетесь должен получаться такой же ответ вот все ли понимаем могу ли я разбирать следующую задачу ну наверное я озвучу простой вариант задачи потом озвучу вам сложную и вы подумайте что на самом деле все то же самое вот значит давайте в качестве следующей задачи будет сформулирована задача такая у меня имеется треугольник обладающий следующим свойством то есть какой то треугольник значит его площадь давайте я попрошу чтобы была равна одной второй треугольник с вершинами в узлах сетки вот значит давайте будем считать что у него стороны А и С и все они вот давайте я так вот напишу подразумеваю что камень должны быть больше пяти опять естественно не сантиметров не миллиметров а именно в клеточках мы все считаем вот как мне такой треугольник нарисовать идея понятна да значит все стороны хочу чтобы были больше пяти достаточно много так при этом площадь всего лишь одна вторая очень мало вот вопрос первый существует ли такой треугольник если существует то как его нарисовать давайте каждый попробует у себя в тетради это сделать пользу из формулы пикс как можно доказать что существует невесуя картинки или ты хочешь доказать что не существует еще раз либо доказать что такого нету либо показать пример так что Спасибо. 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 Хорошо. Давайте вы сделаете вот что. Давайте вы выйдете, нарисуете картинку. Мы будем надеяться, что она правильная. Вот. Потом мы обсудим, как ее можно получить. Можно зеленый, синий, какой угол. Хватит вам столько клеточек? Да, хватит. Угу. Так. Сейчас я вершаю. Да, конечно. Продолжение следует... 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 всегда говорится давайте посмотрим на самом деле почему почему эти две линии не содержит узлов я надеюсь просто видно правда же не проходят вот такие вот такой узкой полоски там слов нет проблема в том что с третьей линии когда неаккуратно на доске пытались нарисовать получилось плохо давайте поймем например вот что давайте я смотрю конкретно эту картину значит здесь у меня шесть клеточек здесь 5 от этой клеточки от этой вершинки прошу прощения до этой высоту если так можно сказать две клетки значит где-то посередине между ними линия все-таки пересечет вот эту вот линию сеть где это на самом деле будет в точности вот здесь почему это так потому что у нас отсюда до сюда горизонтальное расстояние 11 клеточек правильно вертикальные два ну и понятно что середина будет точности значит на средней вот этой вот линии являющейся горизонтальной осью и ровно по серединке то есть с доступом отсюда и отсюда по пять с половиной клеток это в точности вот это вот середина этот вершинку точно пройдет ну и понятно что даже вот если не очень ровно рисовать видно что вот здесь вот никаких узлов нет видно что вот здесь на самом деле никаких узлов нет но это значит на границе и внутри действительно никаких узлов нет при этом стороны оказать больше пяти вот на всякий случай давайте я скажу ему наверно на этом я закончу что число 5 я сказала исключительно от того чтобы мне можно было нарисовать на доске если я сказала бы число 2007 или 2013 или 4025 или все что захочу жизнь от этого чтобы не улучшилась на самом деле примерно тем же методом вы можете нарисовать треугольник как это ни странно площади 1 2 и с достаточно большими сторонами но интуитивно наверное это понятно что того что вы будете сильно растягивать и при этом на самом деле сужать в таком направлении да пусть в общем то не должна меняться но это как говорится махание руками в этой картинке вы можете вполне порисовать там я не знаю поступать сюда 15 клеток сюда 16 посмотреть что получится 2000 конечно у вас не влезет тетрадку но мысленно вы можете себе это представить и понять что действительно будет в точности то же самое и вот такие красивые примеры есть вот наверно это все что я хотелось бы сегодня рассказать спасибо за внимание есть ли у кого-нибудь вопрос вопрос тогда